С двери прибывающего поезда выглядывает усатый мужчина. Вера! Верунчик! Готовься! Я приехал! Увидев его, официантка радостно улыбается, помахав мужчине, смеётся. Мужчина спускается на перрон. На нём серая фуражка и пиджак с эмблемами железнодорожника. На ногах джинсы. Проводник передаёт мужчине большие потёртые чемоданы. Спускается на перрон. Мужчина что-то шепчет ему на ухо. Проводник кивает. Обходит носильщика. Вера снимает передник. Снимает тапочки, надевает буфли на высоких каблуках. Ногой задвигает тапочки под тумбочку. Верочка! Верунчик! Мужчина подходит к окнам ресторана. Рядом на лавке сидит Рябинин. Верунчик! Андрюшка! Верунчик! Ну-ка, не стойте. Вера спрыгивает из окна в объятия Андрея. Опускаются на лавку. А чё ты ташкентским? Да народу мало лет. Сама знаешь, бригад не хватает. Соскучился. Сидят рядом с Рябининым. Ты чё, пойдём? Народа много. Не могу. А кто сегодня? Людка, что ли? Людка, поговори с ней. Людочка! Людов! Приятного аппетита, товарищи! Здорово! Здорово! Даёт Люде шоколадку. За всех получу. О, спасибо. Верочка, стоянку могут сократить? Ага. Только это самое надо куда-нибудь... А что это? Деньки. Деньки чирюзкие. Их обратно берить будет тяжело. Надо куда-нибудь спрятать их взять, а? Оглядываясь, Вера замечает Рябинина. Ты знаешь, тут насколько дынь-то? Знаешь? Ну, обалдеть. Что-то шепчет Андрею на ухо. Он шепчет ей. Перешёптываясь, поглядывают на Рябинина. Дорогие артисты Ерварского драматического театра Энди Станиславского. Добро пожаловать в наш город. В доступе с недерпением ждут начало ваших гастролей. Улыбнувшись, Андрей чмокает Веру в губы. Товарищ, здравствуйте. Здравствуйте. Вы здесь долго будете сидеть? До вечера. Чемоданчики постережёте? Рябинин пожимает плечами. Пожалуйста. А паспорт у вас есть? Здравствуйте. Есть. С собой? Да. Разрешите, пожалуйста. Андрей протягивает руку. Пожалуйста. Листает паспорт. Слушай, постереги чемоданы, а. Тут дыни чей-джуйский. Знаешь, насколько? Обалдеть можно. А будешь хорошо стеречь, я тебе дынку дам. Вот такую. Ладно? Пойдём. Убирает в карман, уходит вместе с Верой. Э-э-э, как вас? Паспорт-то отдайте. Да вы же права не имеете. Мужик, мужик, ну что ты, ну ты стереги, через 10 минут получишь свой паспорт. Ну что ты, ну вообще как, не понимаю, что ли? Короче. Андрей переносит Веру через пути на руках. Андрей рослый, у него густые и тёмные волосы с проседью. Пышные усы, бегающие глаза. Два передних зуба – железные. Вера, стройная, с пышной кудрявой прической, большими глазами, тонкими, приятными чертами лица. Помогая войти Вере в вагон, Андрей прикладывает ладонь к её копе. Видящий это Рябинин удивлённо выпрямляется. У Рябинина мягкие черты интеллигентного лица, волосы с проседью. Андрей и Вера входят в купе проводника. Ну, мешки, как сосна, на картине шишки, на... Андрей дёргает дверь. Ой, да что ж такое-то? Ни хрена не работает, погоди-ка. Опа! Так, нормалёк? Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас, степление. Ой, погоди-ка. Опускает шторку. Вдоль одной стены купе электроприборы. Ой, не вагонный старый. Письмо напишу министру. Так, Верунчик, давай-давай-давай. Так соскучилась. Андрей раздевается. Вера медленно расстёгивает блузку. Давай, Верунчик, бабушка. Сама-сама-сама-сама. Не в ресторане, сама в служении. Дай ему из мани. Мани-мани. Сама-сама-сама. Ночь у нас сегодня была жуткая. Герка взял, подсадил двоих в пензе. Думал, они тверёзы. А они такое тут устроили, мать, честная. Один лёг поперёк вагона и лежит. А у нас ревизия. Вера замирает. А Герка ещё, ой, зубами маялся всю ночь. Я ему говорю, Герка, возьми сто грамм-то. А он говорит, сто грамм, не стоп-кран. Дёрнешь, не становишься. Вера, ну чё ты, ну давай, раздевайся-то. Ну чё-то я не могу. Давай, Вера. Ну, это не по-человечески. Знаешь, я мечтаю, чтобы ты приехал на недельку. Мы с тобой погуляли, попали, сходили бы в кино. В кино, в кино сходим. Как люди. Ну что делать, Сёрночек, что делать? Такая жизнь, ну. Я виновата разве, ну. Вся жизнь на колёсах. Это я знаю, миленький, я знаю. Я на колёсах, у тебя с подносом. Ну, чего делать? Давай, давай, давай. Вера, ну давай, чего ты, раздевайся, ну чё ты. Не могу. Вера. Ну, чёрт его знаю, не получается. Вера, может, ты меня не любишь? Стянув штаны, Андрей остался в рубашке. Люблю. Вера, Москва-Динамо. Ну, раздевайся, Вера. Ну, и сократят стоянку сейчас, а, Верочка. Ну, я прошу тебя. Не могу, ну как, купай всё, не по душе. Андрей раздевает Веру. Ну, Вера, ну, кончай, ну чего ты, ну, правда, ну что, я мальчик, что ли? Ну, я тоже не девочка, ты понимаешь? Ну, ладно, ну, чего ты, ну, неудобно, Вера, ну, как тебе вообще не стыдно-то? Ну, что, тебе жалко, что ли? Я у меня страдал от самого этого, Ташкента. Да, наверное, ну, на кончай, да, ну, могу. Всё. Ну, давай, Менника, давай, Менника. Да нет, не по-человечески, так не могу больше. Сократили. Всё равно бы не успели. Эх, Хидри, ты, мать, безобразие. Поезда опаздывают, стоянка сокращает, никакой личной жизни. Ну, я пошла. Эй, походи, 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 походи. Ну? Да подожди, бля, тихо, 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 тихо. Андрей натягивает штаны. Вот так. Ну, чего, до послезавтра? Грустно кивнув, Вера выходит из кубе. Открыв чемодан Андрея, Рябинин разглядывает дыни. Взяв одну, нюхает. Посмотрев по сторонам, поворачивается к окну. Берётся с стола ресторана тарелку и нож. Заправляя блузку в юбку, Вера выходит из вагона. Кивает проводнику. Кивнув в ответ, тот скабрезно улыбается. Увидав Веру, Рябинин замирает с надкусанной дольки в руках. Покачав головой, ест дальше. Андрей тянет вниз ручку окна. Блин, как он старьёта, мне яйцо напишу. Буду поезд завтра. Ребят, здесь есть, не опоздаем. Ты смотри, готовься, Вера, очень. Поезд трогается. О, э, ты ничи, чуйский, три рубля кило. Не забудь. Учу-чу, только сели, стой. С улыбкой на грустном лице Вера машет Андреев. Перестав махать, задумчиво опускает глаза. Он посолил, не тронул. Помахивая сумочкой, Вера медленно подходит к лавке, на которой сидит Рябинин. Что же это за пассажир? Садится. Ах! Это у меня два рубля. Дени, Ваше. Тялы. А эту я. За охрану взял. Как договорились. Вера опустила локти на колени. Сидит, покачиваясь из стороны в сторону. А что вы будете делать с такой оравой дыней? Реализовывать. По три рубля? За кило. Рябинин вытирает руки платком. Ты же с пяти сдачей не дала. Отдайте мне, пожалуйста, мой паспорт. Убирает платок в карман. Вера преображается. Стрепенувшись, с беспокойством смотрит по сторонам. Ой. А ваш паспорт? Ту-ту, в Москву уехал. Ваш юмор неуместен. А это не юмор, правда. А зачем вы его отдали? То есть как зачем? Подходит человек в форме, требует паспорт, и естественно, я отдаю. Ну, простите. У нас там купе-спорт зашел, понимаете? Ну, потом уже было не до вашего паспорта. Да вы понимаете, что вы со мной сделали? Вы меня просто погубили. Вы, кошка выдраная. Ну, зачем же вы меня оскорбляете? Зачем? Не хватало еще, чтобы этот ваш Бугай тупорылый в Москве в милицию отдал. Сами вы тупорылый. Рябинин смотрит на часы. Андрей, человек порядочный. Спекулянт ваш Андрей. Спекулянт тоже может быть порядочным человеком. Насильщик.